Праздник История Алитуса началась 400 лет тому назад, в 1581 году, когда он получил права города и собственный герб. И все же город Алитус не назовешь старым. Его подлинная молодость началась лишь 17 лет тому назад, когда в маленьком, окруженном деревушками городке начал создаваться крупный промышленный центр. В одной старой книге об Алитусе, вот она, эта книга, говорится, что едва лишь пройдет здесь дождь, как сразу же появляется непроходимое болото. На Вильнюсской улице, в самом центре города, даже лошадь уконула. Сейчас мы находимся на той самой Вильнюсской улице. Недавно прошел дождь, и вроде бы ничего, не тонем. Архитектурные памятники 400-летней давности время от времени уничтожали войны и пожары. Так что лишь в книге сохранилась история этого города. А в реальности, одна единственная его живая традиция – базар. Всем, чем богата деревня, она делится с городом. КОНЕЦ И город не остается в долгу у деревни. А Витусский экспериментальный домостроительный комбинат отправляет в дорогу двухтысячный дом для деревни, для земледельцев. Старятся эти дома, созданные в городе на комбинате, далеко от Олитуса. Они украшают литовские деревни. Есть Олитусские дома и в нечерноземной зоне Российской Федерации. КОНЕЦ Бригада столяров Антоноса Поплаускаса в деревне Немунайтис. Как оценивают их работу люди, живущие в домах, сделанные в городе? Таковы их претензии, предложения, пожелания. А вам нравилось бы жить в таком доме? Конечно, нравилось бы. После войны, когда мы вернулись в деревню, все было в запустении. Избы сгорели. Так что собирали по углам бревны и доски и отстраивались. Если бы такой дом был, то я даже не знаю. Пожалуй, в город переселяться не надо было бы. Пожалуй, нет. Олитус Олитус промышленный город. Здесь создают холодильники, шьют одежду, вкрут хлопчат о бумажной ткани, коптят колбасу, производят вина и интересующую очень многих косметику для автомашин. Со столярами домостроительного комбината из бригады Антоноса Поплаускаса мы уже познакомились. КОНЕЦ Отец научил вас столярному делу. Меня, отец, говорит, хорошая работа. Вот я и работаю. Отец всегда помогает. Разъясняет, что хорошо, что не очень хорошо. Отец научил. Бригадир Антонос Поплаускас – отец, а три его сына – столяра. Семейная бригада Антоноса Поплаускаса – одна из лучших на комбинате. Хлопчатобумажный комбинат имени 60-летия Компартии Литвы принимает в трудовую семью новичков. Девушки – воспитанницы профессионально-технического училища. Эти косынки – символ рабочей профессии. Им повязывает предельщица Валентина Дейли-Дене. Она – лауреат республиканской премии, одна из лучших в республике наставниц молодежи. Увидеть мужчину на хлопчатобумажном комбинате так же трудно, как найти иголку в стоге сена. Йонас Кащета – бригадир. Один среди шести ткачих и двадцати станков. Руководимая им комсомольско-молодежная бригада – словно единая дружная семья. За долгое время совместной работы из бригады ушла только одна девушка, когда за Йонаса замуж вышла. В былые дни в Алитусе царили тишина и покой. Сегодня тишину и покой надо создавать самим. Тишина помогает работать, хотя и является одной из форм отдыха.